Всем привет! Вы на канале Валерия Дизайра, я всех очень рада приветствовать на своем канале. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто оставил комментарии под прошлым видео и ответил на мои вопросы. Это для меня было очень важно и ценно. И тема видео это как грамотно оформить портфолио и выделиться среди конкурентов. Я сейчас сама занимаюсь оформлением портфолио, поэтому прочитала много статей, посмотрела видеоролики и собрала самую важную информацию, которую хочу поделиться с вами. Вообще, что такое портфолио? Портфолио это презентация себя как специалиста. И когда работодатель смотрит на вашу портфолио, он должен понять, какими навыками вы владеете, какие у вас скиллы, какими инструментами вы владеете, да, и как вы вообще подходите к работе, как вы думаете. Поэтому после того, как он увидел ваше портфолио, он должен понять, как вы работаете. Куда же выкладывать свои работы и где лучше формировать свое портфолио? И тут я ничего не буду выдумывать и порекомендую вам самые популярные платформы. Это Dribble и Behance. Можно еще сделать свой сайт-портфолио на Тильде. Также на Тильде можно разместить свои ссылки на фигму, да, на работу, чтобы будущий работодатель мог зайти, посмотреть, как вы работаете в фигме, используете ли вы компоненты, как вы организовываете свое пространство, все ли у вас там чистенькое и по полочкам, да, и как вообще строится ваша работа. Это, кстати, очень важно, потому что практически на каждом собеседовании арт-директор просил прислать ему ссылку на одну из моих работ в фигме, и мы вместе смотрели, как я организовываю работу, использую я компоненты и стили. Поэтому я вам очень рекомендую посмотреть серию роликов на моем YouTube-канале по созданию UI-кита, гайда, и собрать свой UI-кит. Пусть он будет небольшой, не таким объемный, как у меня, но это будет очень круто, если вы покажете его работодателю, это будет огромный плюс в вашу копилку. Работодатель увидит, что вы пользуетесь компонентами, что вы используете автолейаут, варианты, и что вы сможете организовать свою работу. Когда вы определились с платформой, где вы будете размещать свою портфолио, у вас встает вопрос, как его заполнить, да, и тут очень важный момент, что портфолио нужно заполнить своими данными, реальными данными, то есть написать свое фамилие, имя, отчество, обязательно поставить свою фотографию, потому что если на аватарке будет Винни-Пух или какая-то абстракция, то у заказчика будет меньше доверия к вам, то есть он не поймет, с реальным человеком он общается, с адекватным или нет, поэтому поставьте, пожалуйста, свое фото. Дальше укажите ссылки на профили в соцсетях, это тоже даст понять заказчику, что вы реальный человек. Обязательный и очень важный момент указать несколько способов связи с вами. Например, вы указали только электронную почту, но сейчас многим удобно связаться по WhatsApp или в Телеграме, поэтому укажите и эти способы тоже. Если у вас был опыт работы в компании или в студии, обязательно дайте ссылку на резюме. Например, на Behance можно дать ссылку на Хаббер. О том, где и как составить резюме, я расскажу в своих следующих видео. Я вам даю сейчас информацию только по самым важным моментам. И следующий, очень важный момент, заполните свое портфолио только самыми сильными работами. Если их будет две, пусть две, а не четыре, но они будут самые лучшие. И мы плавно подошли к кейсам, сейчас я расскажу, что там должно быть, а в следующем видео я очень постараюсь снять про то, как разрабатывать кейс, как его выкладывать на Behance и как его распространять, чтобы вас нашли ваши будущие заказчики. Сейчас я буду говорить не только про реальные кейсы, но и про кейсы, которые учебные, концепт, который вы делаете. То есть это касается всех кейсов, которые вы выкладываете на Behance или на Dribble, ну, в свое портфолио. И первое, что нужно указать, это год разработки проекта и вашу роль в этом проекте. Вы были, возможно, UX-UI дизайнером, а может просто веб-дизайнером, или графическим дизайнером, то есть обязательно укажите вашу роль. Второе, нужно обязательно показать товар лицом. И не обязательно, чтобы это был главный экран, может быть, это будет какое-то ключевое действие, может быть, это будет видео, где вы показываете какой-то сценарий. Третье, это описание кейса. И это наше все. Сейчас работодателю не просто нужны красивые картинки, ему нужно описание кейса. Какие задачи и проблемы стояли у бизнеса, как вы их решили, какие фичи добавили в связи с этим, что вот какая-то была проблема, и вы решили с добавлением вот этой функции, к примеру. В общем, нужно полное описание того, какая задача стояла и как вы ее решили. Четвертое, в кейсе нужно показать процесс разработки. Какие этапы у вас были при разработке этого проекта. Анализы исследования, тестирование, прототипирование. То есть, если вы делали прототип, значит, надо показать прототип. Если вы какие-то делали исследования, то, возможно, немного рассказать об этих исследованиях. Пятое, обязательно разбавляйте кейс какими-нибудь интересными решениями. Например, можно показать UI-кит или UI-элементы, которые были разработаны. Можно показать шрифты, цвета, которые были использованы. Можно показать экран и в одно предложение короткое написать, что была добавлена такая-то функция и решена такая-то проблема. Шестое, это опишите результат работы и, конечно же, добавьте в кейс красивые картинки. Ну и небольшая рекомендация от меня. В конце кейса обязательно попросите поставить вам лайк и разместите свои контактные данные, чтобы будущий работодатель или заказчик, которому понравилась ваша работа, смог с вами связаться. Если вы разработаете и выложите кейс по рекомендациям, которые я сегодня дала, то вы точно выделитесь среди конкурентов, потому что покажете не только красивую картинку, но и покажете весь процесс, какие были боли, какие были решены задачи и вообще покажете, как вы думаете. Обязательно посмотрите серию видео по разработке гайда. Вот здесь он где-то будет. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Мы увидимся в следующую пятницу. Пока-пока!